Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Как восстанавливается Сочи после стихии, проверил сегодня глава региона. Рабочий день Вениамина Кондратьева прошел в Лазаревском районе. Сочинских бизнесменов оштрафовали почти на 400 тысяч рублей. Таковы итоги работы Краевой трудовой инспекции. Гул моторов и доли секунды – решающие все. В Сочи стартует Кубок Черного моря по картингу. 103-летняя жительница Лао мечтает встретиться с Рамзаном Кадыровым. Передать ее желание главе Чечни взялись офицеры запаса. Как восстанавливается Сочи после стихии, проверил сегодня глава региона. Рабочий день Вениамина Кондратьева прошел в Лазаревском районе курорта. Губернатор осмотрел дороги, мосты, разрушенные после наводнения и пообщался с людьми. Напомню, 25 октября из-за сильных дождей город буквально был отрезан от большой земли. Восстановить транспортное сообщение удалось спустя двое суток. Мосты, дороги, системы вода и электроснабжения восстановлены. Туапсинский район тоже постепенно возвращается к нормальной жизни. Губернатор Вениамин Кондратьев накануне лично проверил, как устраняют последствия наводнения в муниципалитете. Глава региона посетил несколько населенных пунктов, которые особенно пострадали во время стихии. Оценил ход работы и пообщался с людьми. Из-за наводнения в Туапсинском районе были разрушены мосты, дороги, системы водоснабжения. Как приходит в себя муниципалитет и его жители, расскажут наши коллеги. Спустя неделю после разрушительного наводнения Туапсе приходит в себя. Несмотря на то, что вода уже сошла с улиц, оперативную службу продолжает работать в усиленном режиме. Как обстоит ситуация в городе, сегодня проверил Вениамин Кондратьев. Губернатор проехал по местам, где потоп нанес серьезные разрушения. Во время стихии одна из горных рек поменяла русло и подмыла опоры магистрального коллектора, из-за чего тысячи людей остались без воды. Сейчас на месте установили временный трубопровод. В городе полностью восстановлено водоснабжение. Мне важно, вот данный водовод, пусть он будет называться временным, он гарантирует бесперебойное снабжение Туапси водой. Гарантирует. Коллеги, это ваша ответственность. Еще раз подчеркиваю, я вижу трубы мощные, трубы сильные. Временным его сложно назвать. Но если это временное, то однозначно постоянное должно быть. Но мне важно, чтобы вот эти трубы, этот водовод обеспечил бесперебойное снабжение Туапси водой, чтобы больше проблем не было. Это сейчас автомобили могут спокойно передвигаться с одного берега на другой. Но еще неделю назад село Кривенковское было отрезано от большой земли. Из-за сильных потоков воды часть моста, который связывает поселение с Туапси, рухнула вниз. По поручению губернатора, путепровод восстановили ровно через сутки, докладывает первый заместитель Андрей Алексеенко. Чтобы открыть движение, на время сделали гравийную дорогу. Вениамин Кондратьев поблагодарил дорожников за оперативность, но в то же время отметил, затягивать с асфальтированием данного участка недопустимо. Я вижу, что работает техника, что расчищаете вы сегодня завалы. Транспортное сообщение работает. И грузовая техника, и большегрузная техника проходит. Но еще раз подчеркиваю, вот гравийное исполнение должно перейти уже в асфальтное. Восстановить жизнь. Самая главная всегда дальше. В том числе, а жизнь, это есть транспортное сообщение, водоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение. Это все входит в это понятие. С момента подтопления глава региона уже не первый раз посещает Туапсинский район. Вениамин Кондратьев прошелся по улицам, которые несколько дней назад были под водой. И зашел в дома к людям, чтобы проверить, как идут восстановительные работы. Во дворах еще продолжают разбирать завалы, а квартиры очищать от ила. Есть и те, кому в этом нужна помощь. Пожилые, одинокие люди не в силах справиться с навалившейся бедой. Губернатор поручил оказать им необходимую поддержку, пока все не приведут в порядок. Сами явно не отремонтируетесь, так? Нет, конечно, я одна вживую. Многодетные, одинокие. Да бабки 80 лет. Возрастные уже люди, конечно, они в одиночку ремонта не сделают. И мы должны это понимать. Давайте готовятся дельные бригады, которые явно зайдут и помогут той категории, которую я уже обозначил, справиться с сегодняшней бедой. Но мы очистимся, отмоемся и жизнь вернем. В пострадавших районах продолжают работать оценочные комиссии. Они подсчитывают ущерб и составляют акты. Только за прошлые сутки из резервного фонда Краснодарского края выплаты получили почти 2000 человек. Однако деньги перечисляют на счета людей не так быстро, как это необходимо в данной ситуации. Пожаловались люди Вениамину Кондратьеву. По их словам, пока позволяет погода, они могли бы уже начать ремонт в домах. Пока мы им деньги в руки не отдадим, для них выплаты не существуют. Как давно комиссия была? Комиссия, вот, в том числе, 4 дня назад была. Коллеги, я вообще не понимаю, если комиссия прошла, почему задержка по выводу? Вениамин, сейчас разберутся конкретно по этой квартире, потому что, возможно, где-то с документами накладка, где-то задвоение идет. Коллеги, вот это неоправдание, еще раз подчеркиваю, у нас не может быть оправдания. Он говорит правильно, хороший день, он может взять и уже начинать уже своими руками ремонтировать. А мы не даем возможности, потому что деньги мы должны дать. А дальше он сам все делает. Вениамин Кондратьев еще раз напомнил местным чиновникам, что пострадавшие люди должны вернуться к нормальной жизни как можно скорее. А до этого их должны обеспечивать всем необходимым. Беда сплотила весь Краснодарский край. Днем и ночью в потопленные города тоннами доставляют питьевую воду и гуманитарную помощь. Молонтеры приехали чуть ли не со всех районов края. Всего в ликвидации последствий удара стихии участвует более полутора тысяч добровольцев со всей Кубани. Яна Бузычкина, Артем Лычко, Денис Перец, Кубань, 24, Туапсинский район. Ну и к другим новостям. В расписании сочинского аэропорта появилось новое направление. С 4 ноября уральские авиалинии открывают прямые рейсы в Киргизию. Рейсы из Сочи в Ож и обратно будут выполняться каждое воскресенье. Цена билета от 10 тысяч рублей. Сочинских бизнесменов оштрафовали почти на 400 тысяч рублей. Таковы итоги работы в Сочи Краевой трудовой инспекции. С 15 по 19 октября в Сочи работали 10 специалистов из инспекции труда Краснодарского края. По предварительно составленным спискам злостных бизнесменов-нарушителей трудового законодательства они проводили рейды по выявлению неформальной занятости. Другими словами, проверяли наличие трудовых договоров на каждого из сотрудников, условия труда и то, как работники получают зарплату – белую или в конверте. Итоги работы краевых инспекторов в Сочи озвучили на совещании, которое прошло в администрации курорта. Сопротивление со стороны работодателей, к сожалению, имеет место быть. Некоторые работодатели, большинство, не понимают, зачем заключать трудовой договор. Поэтому, может быть, даже целесообразно какие-то проводить с работодателями семинары, тем самым призывать их, объяснять им, зачем, для чего и все-таки какие гарантии работник может иметь благодаря заключенному трудовому договору. За время краевого мониторинга в Сочи было проверено 74 предприятия. Компании за несоблюдение требований закона были оштрафованы на 396 тысяч рублей. Сочи, как ни один другой муниципалитет, очень напряженно работает в летний период, в зимний период, на Красной Поляне, когда возникает много новых точек активности, продаж, всевозможных услуг для людей. И мы очень серьезно подходим к теме того, чтобы на всех этих точках были официально трудоустроены сотрудники. Всего же с начала года мониторингом контрольных групп было охвачено 889 организаций. За неформальную занятость они заплатили более 4 миллионов рублей штрафов. Подобная работа будет продолжена, ведь от этого явления страдают в первую очередь сами сотрудники, которые, работая без договора и получая зарплату в конверте, не могут в будущем рассчитывать на достойную пенсию или даже взять кредит или ипотеку в банке. Негативно неформальная занятость сказывается и на бюджете города, ведь деньги, которые бизнесмены-нарушители не отчисляют в виде налогов, можно было бы потратить на обеспечение социальной сферы курорта. Мелкие штрафы ГИБДД начнут списывать с банковских карт. Штрафы размером до 3000 рублей начнут списывать в упрощенном порядке, без возбуждения исполнительного производства. Об этом порталу «Известия» рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов. Он объяснил, что заниматься взысканием будет центральный аппарат ведомства в электронном режиме. Предполагается, что уведомления о штрафах будут рассылаться через информационные системы государственных и муниципальных услуг. Одновременно с этим в банке направят запросы о состоянии счетов должника и наличии на них денег. Если кредитная организация не найдет сведений об оплате штрафа в единой системе платежей, то со злоумышленника автоматически спишется требуемая сумма и исполнительный сбор. На первом этапе предлагается сократить срок на добровольное исполнение решения до двух дней. В обратном случае на сумму штрафа будет начислен исполнительный сбор, добавил Арестов. Сейчас административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. По истечении этого срока возбуждается исполнительное производство. Срок добровольного исполнения исполнительного документа составляет 5 дней. Ранее в октябре сообщалось, что россиянам по ошибке списали более 5 миллионов штрафов ГИБДД. Виной тому техническая ошибка в базе данных. Сочинцам предлагают принять участие в опросе. С 1 по 30 ноября Краевое министерство экономики проводит мониторинг состояния конкурентной среды в регионе. Горожане и как предприниматели, так и физические лица могут в этом помочь, ответив на вопросы, насколько они удовлетворены уровнем цен, качеством предоставляемых услуг и так далее. Итоги опроса позволят выявить ключевые факторы, ограничивающие здоровую конкуренцию, создать более комфортные условия для развития бизнеса, оказать реальную поддержку и защиту местным предпринимателям. Опрос проводится в онлайн-режиме на официальном сайте Министерства экономики Края. Ну и к другим новостям. Кинотаврик в Сочи посвятят памяти Иосифа Кобзона. Фестиваль детского искусства пройдет на курорте с 4 по 10 ноября. В этом году он будет посвящен памяти народного артиста, который несколько лет был президентом кинотаврика. Традиционными площадками для фестиваля станут Зимний театр и киноконцертный зал отеля «Жемчужина». В программе конкурсы творческих коллективов, показы фильмов детских киностудий, мастер-классы от членов жюри. В ходе фестиваля будет презентован новый проект «Кинотаврик Проджект». Это выступление юных артистов проекта «Голос. Дети» и талантливых участников фестиваля. По традиции пройдет международный детский фестиваль «Кинопридж». Мы сами снимаем кино, в программе которого конкурсный кинопоказ фильмов с голосованием за лучшую работу. Мастер-классы по съемкам и круглый стол по кинопедагогике. В этом году президентом фестиваля стал продюсер Марк Руденштейн. В День народного единства в Сочи пройдет Ночь искусств. В музее и библиотеке Дома культуры будут ждать гостей с 16 до 23 часов. Посетители ждут различные мастер-классы, викторины, экскурсии, квесты, открытые репетиции, концерты, творческие встречи, показы фильмов и многое другое. Так, в Музее истории города Сочи состоится встреча с художником Игорем Венским. Он передаст в архив музея свои работы. Все желающие смогут принять участие в музейном путешествии о музыкальной культуре переселенцев, осваивавших Черноморское побережье Кавказа в конце 19-го – начале 20-го века. Здесь же состоится демонстрация художественных фильмов к столетию комсомола. Дом культуры Центрального района в этот день в 19.30 приглашает гостей на спектакль Народного театра «Замок на песке» «Предложение». Не останется в стороне и зимний театр. Там в 22 часа состоится вечерняя экскурсия и променад-концерт в Сочинской филармонии. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 2 ноября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем 18, 20 градусов выше нуля. Атмосферное давление 768 миллиметров втутного столба. У нее всегда есть желание жить. Так говорят про старейшую жительницу Лао и ее родственники. Сегодня в гостях у 103-летней Матрены Григорьевны Сунгурьян побывали представители Краснодарской краевой общественной организации «Союз офицеров запаса» и услышали о заветном желании долгожительницы. Повод сесть за стол и выпить всем вместе по чашке чая есть. Представители «Союза офицеров запаса» оперативно сделали в доме долгожительницы ремонт. Настелили полы, поменяли электропроводку, сделали новую систему водоснабжения, установили газовую колонку, подключились к центральной канализации. Есть теперь в доме душевая кабина и санузел. Это хорошая помощь, это нужная помощь. Я считаю, что то, что мы сделали, это заслуга всех офицеров. И что самое главное для офицеров? Ну кто кроме нас? Никто кроме нас. И второе слово дело. Это самое главное. Сказал – сделай. Познакомил офицеров запаса с долгожительницей Мелик Миносян, глава Совета старейшин Лаосского округа. В вопросах, касающихся истории поселка, Матрёна Григорьевна Сунгурьян в девичестве Якушкина – его главная помощница, ведь она уроженка этих мест. Вдова полковника пограничных войск СССР. За долгие годы совместной жизни с супругом пройдено десятки пограничных застав. Жизнь была очень трудная, признается Матрёна Григорьевна и добавляет. А теперь время исполнения желаний. Сегодня она читает гостям наизусть стихи и мечтает встретиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ну, человек от души. Он мне нравится. Такой он простой. Добрый, мне кажется. Когда в 103 года совершенная память, когда стихи Дементьева, можно услышать Пушкина. Но меня за душу взяло следующее обстоятельство. Она говорит, как я хочу увидеть в своей жизни Рамзана Хватовича Кадырова. Офицеры пообещали по возможности довести информацию до главы Чеченской Республики. Ведь Матрёна Григорьевна намерена дождаться дорогого гостя. Елена Овсицына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. 4 ноября пройдет второй сочинский марафон. С 7 до 16 часов в этот день будут перекрыты основные улицы центрального района и все выезды на них. Полный список вы видите на экране. Это Несебрская, Орджоникизо, Черноморская, Курортный проспект, Горького, Воровского, Парковая, Конституция. Также изменят движение все маршруты общественного транспорта, которые обычно проходят по этим улицам. Администрация города просит жителей и гостей Сочи в этот период, 4 ноября, воздержаться от использования личного транспорта и заранее спланировать пути объезда. На сочинском картодроме сегодня начались заезды в рамках всероссийских соревнований по картингу Кубок Черного моря. В Сочи съехались 100 гонщиков, самым младшим из которых 7 лет. Почему лидер определится лишь в следующем году, расскажет Инга Габешия. Рев моторов сегодня нарушил тишину в округе села Пластунка. Здесь, на местном картодроме, картингисты со всей стороны соревнуются в скорости и умении управлять своими болидами. Захватывает их и сам процесс. Крутые повороты на хвосте соперник, педаль газа до упора и невероятный выброс адреналина. Ребята признаются, а картинг для них и спорт, и развлечение. Во-первых, нужно самому хорошо ездить, по траектории все соблюдать правильно, а потом уже машину настраивать. Я получаю от этого удовольствие, мне нравится это. И потому что картинг поможет в будущем. Например, с вождением машины, сдача экзаменов, поправа. Самое главное – по траектории ездить и никуда не смещаться. Я приехал с настроем побеждать. Всю жизнь планирую заниматься. Мечтаю стать пилотом Формулы-1. Спортсмены, даже самые маленькие, едут со скоростью 120 км в час. Несмотря на экстрим, картинг – одно из самых безопасных развлечений. Песочинская трасса отвечает всем требованиям безопасности, утверждает директор картодрома. Он же бессменный организатор всех соревнований по картингу на курорте. А еще Борис Чхетияни просит спортсменов делать акцент не только на практику, но и на теоретические знания. У нас главное знание, чтобы дети учились хорошо. И если ребенок увлекается только картингом, а не обращает внимание на учебу, мы им говорим, что ты в Сочи не поедешь, пока не справишь свою двойку. Поэтому дети стараются. Нам очень важно, чтобы наши дети были технически грамотными. Сам картинг дисциплинирует. Они вырастают хорошими водителями. В будущем это прекрасные люди. И они вырастают нормальными мужиками. От сочинской школы картодрома в Кубке Черного моря участвует целая команда – 8 человек. Ребята не уступают соперникам и на всероссийских соревнованиях всегда в почете. А вот чтобы узнать, кто окажется на сочинском пьедестале, нужно набраться терпения. В эти выходные на картодроме города состоится лишь первый этап. Через месяц грядет второй. И в середине января гонщики снова съедутся в Сочи для участия в третьем этапе всероссийских соревнований Кубок Черного моря. Тогда же определятся фавориты. Инга Кабеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok